Добрый день, героиня нашего сегодняшнего интервью Ольга Александровна Ульянина, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской Академии образования, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии управления МВД России. Ольга Александровна, если мы с вами говорим о психологической службе, то какие будут свои, скажем так, профессиональные особенности в сфере образования и в частности в структуре МВД? Дело в том, что деятельность сотрудника полиции сопряжена с определенными рисками, угрозами, повышенными физическими, интеллектуальными, эмоциональными нагрузками. И это, безусловно, определяет ряд требований к профессиональной компетенции сотрудников органов внутренних дел. Что, в свою очередь, подталкивает нас на необходимость такого достаточно серьезного профессионально-психологического отбора сотрудников на службу в органах внутренних дел. Поэтому направления работы, подразделения психологической работы в органах внутренних дел различны, но они начинаются именно с отбора. И у нас обучающиеся в ведомственных образовательных организациях курсанты и слушатели являются рядовыми полицией. Поэтому, поступая в образовательную организацию, они поступают на службу. И проходит ряд испытаний, которые включают изучение личных и деловых качеств, выявление факторов риска девиантного общественно-опасного поведения. И все это осуществляется до приемной кампании. То есть те кандидаты на обучение, которые не проходят профессионально-психологический отбор, далее к экзаменам не допускаются. И специфично само обучение на протяжении пяти лет ведомственной образовательной организации, поскольку, опять же, помимо учебной нагрузки, учебной деятельности, курсанты вовлекаются в охрану общественного порядка, в различного рода выполнение служебных обязательств. И имеют дополнительную нагрузку, то, соответственно, полноценно психологи здесь осуществляют сопровождение их профессионального становления. И оказывают помощь и поддержку как в успешности освоения учебной программы, так и сопровождают профессиональное становление и кризисы, которые с этим могут быть сопряжены. Плюс определенный период обучения курсанты проживают на территории образовательной организации. И это тоже является определенным стрессовым фактором. Многие приезжают из других регионов, и для них происходит и смена места жительства, и смена окружения, и они разлучаются с близкими и родными на какое-то время. Сильный стресс. Достаточно, да, сильный стресс, а это все-таки 17-18 лет. Поэтому у нас фактически на протяжении каждого года обучения разработана и реализовывается такая коррекционно-развивающая программа, тренинговая программа. Мы начинаем с мероприятий, связанных с адаптацией, мероприятий, направленных на сплочение учебных коллективов, на нормализацию и выстраивание конструктивных взаимоотношений внутри учебных групп. Ну и на последующих курсах это уже тренинги и коррекционно-развивающие программы, ориентированные в большей степени на формирование необходимых профессиональных компетенций. Часто мы их проводим непосредственно перед тем, как у нас обучающиеся направляются на практику, чтобы они были в большей степени готовы к тому, что их ожидает. Помимо этого мы осуществляем психологическое консультирование как по запросу, так по запросу самих обучающихся, так и по направлению курсовых офицеров или родителей или профессорско-преподавательского состава. Ну и, конечно же, для того, чтобы оценить эффективность мероприятий психологической работы, мы не менее чем раз в полгода осуществляем психодиагностические срезы, позволяющие как раз оценить уровень сформированности тех компетенций, которые для нас значимы, и своевременно выявить негативное психоэмоциональное состояние или личностные проблемы, с которыми, конечно, курсанты сталкиваются. Ну и, конечно, помимо работы с обучающимся, подразделение психологической работы и психологи осуществляют работу с сотрудниками ведомственной образовательной организации и тоже оказывают всяческую помощь и сопровождение профессиональной деятельности учебного процесса. Ольга Александровна, насколько конфиденциальность работы с психологом вообще соблюдается в структуре МВД, в работе органов внутренних дел? Дело в том, что работа психолога в органах внутренних дел также должна соответствовать принципам и правилам профессиональной этики, и она, безусловно, конфиденциальна. И бывают случаи, когда сотрудники или курсанты обращаются к психологу не всегда в инициативном порядке, а это запрос родителей или запрос руководителя подразделения или курсовых офицеров или профессорского преподавательского состава. И запрос этот связан с решением какой-то конкретной проблемы, например, успеваемость курсантов или конфликт в служебном коллективе. И тогда по результатам работы психолог формулирует рекомендации, как лучше выстроить взаимодействие с сотрудником или с курсантом, чтобы разрешить ту проблему, которая явилась с запросом на работу с ним. И все варианты работы, например, связанные с психодиагностикой коллективов по результатам диагностики, также мы готовим справки, и они описывают результаты в обобщенном характере без личных персональных данных и включают себя в обязательном порядке именно рекомендации. То есть мы стремимся конфиденциальность соблюдать и профессиональной этике придерживаться. Вот есть такая романтизированная, может быть, в кино профессия как следователь. И, может быть, вы как психолог скажете, чем следователь отличается, какими качествами от, скажем, рядового сотрудника полиции? Безусловно, каждая программа обучения имеет свою специфику, будь то следователь, эксперт-криминалист или оперативный работник. И несмотря на то, что нормативными документами на сегодняшний момент времени определен перечень и критерии личных и деловых качеств, которыми должны обладать сотрудники полиции в целом, очевидным является, что, например, профессиональная деятельность сопряжена со своего рода интеллектуальной нагрузкой и предполагает способность к анализу, обобщению данных, к определению причинно-следственных связей в тех событиях и явлениях, которые подлежат расследованию. То есть в, скажем так, профессиограмме или компетентностной модели следователя акцент смещен на интеллектуальную аналитическую составляющую. Ну и, конечно, что, наверное, характерно и значимо для всех направлений деятельности, это стрессоустойчивость, это умение принимать решения и как раз реализовывать аналитические функции в условиях иногда риска, иногда угроз определенных и ограничения временных ресурсов, конечно, и дефицита информации в том числе. В психологии, насколько я знаю, принята некая классификация нервной системы, скажем, слабая нервная система, сильная, средне-слабая, средне-сильная. Если человек изначально обладает слабой нервной системой, может ли он служить в органах и можно ли нервную систему из слабой перевести хотя бы в средне-сильную? Ну, дело в том, что особенности высшей нервной деятельности, которые обуславливают темпераментальные характеристики человека, являются врожденными и в течение жизни неизменно, конечно, они могут, образно выражаясь, обыгрываться нашими характерологическими особенностями. Вот как раз характер и акцентуация характера, они формируются в течение нашей жизни и формируются непосредственно в деятельности, в том числе в профессиональной. Поэтому если мы говорим, например, о развитии волевых качеств или целеустремленности, или мы говорим о формировании хорошего уровня мотивации к служебной деятельности, то они, конечно, могут сглаживать те особенности высшей нервной деятельности, которые врожденно мы имеем. Но я, опять же, повторюсь, что вот перечень и критерии отбора, они могут варьироваться в зависимости от того, на какую должность устраивается сотрудник и каково его функциональное предназначение. Если мы наблюдаем определенного рода несоответствия, то, конечно, мы вынуждены отказать по результатам отбора, как бы по объективным показателям. Насколько вообще можно доверять полиграфу? Потому что кажется, что если человек просто, может быть, нервничает, но говорит правду, а полиграф это может сочетать не так, но вот всякие мифы вокруг полиграфа, они всегда бытуют. Вот сегодня на сколько процентов точный результат выдает полиграф? Мы должны с вами понимать, что все зависит от того специалиста, который проводит полиграфную проверку, от соблюдения процедуры, правил и требований к ее проведению. И для минимизации риска искажения информации, вот то, о чем вы говорите, например, есть такая процедура, как регистрация фонового состояния обследуемого, когда мы одеваем датчики на обследуемого и снимаем основные психофизиологические показатели КГР, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, особенности работы дыхательной системы. И в последующем, непосредственно в проверке, мы всегда возвращаемся к этому фоновому состоянию. У нас есть возможность сравнить и оценить. Это ситуация волнения, связанного с тревожностью человека и переживанием за результаты, и возможностью последующего трудоустройства или поступления на обучение, или это все-таки переживания, связанные с сокрытием значимой информации. И опять же, как отдельный инструмент мы не используем. Результаты заключения СПФИ, то есть специального психофизиологического исследования с применением полиграфа, носят рекомендательный характер. И это лишь один из инструментов, позволяющий нам чуть больше узнать о обследуемом, о кандидате на службу, на обучение. И не более того. Все-таки у вас есть свои какие-то излюбленные методы, которые вам не надоедают из года в год? И вот прям помимо этого, которое вам нравится, какие-то еще самые любимые ваши? Помимо вот тех основных направлений, которые я озвучила, это психологическое консультирование и тренинговые формы работы в рамках каждого направления есть свои достаточно интересные инструменты, которые мы используем. И инструменты используем различные и из психоанализа, и из когнитивно-бихвиорального подхода, и гештальтерапии, и гуманистическая терапия. На сегодняшний момент времени в психологической практике набирает популярность так называемый интегративный подход, когда мы в зависимости от особенностей человека, тех проблем, с которыми он сталкивается, подбираем инструментарий. И вот здесь сказать, что есть какой-то излюбленный, который можно использовать со всеми, нет, потому что каждый человек уникален, и в первую консультационную сессию, как правило, мы собираем анамнез, изучаем человека, проговариваем те сложности, проблемы, запрос, с которым он обратился за психологической помощью, а в последующем уже с учетом этих проблем и индивидуальных особенностей подбираем тот инструментарий, который в данной ситуации, с данным человеком работал. И вот в этой связи не скажу, что что-то есть излюбленное, наоборот, я люблю менять, пробовать разное и... Не зацикливаетесь на одном, да? Да, расширять вот свой практический опыт и смотреть, какой инструментарий эффективен, в каких ситуациях работает. Должен ли психолог, который работает в МВД, быть более стрессоустойчивым, чем психолог просто, не в структурах таких? Думаю, что да, потому что помимо выполнения профессиональных обязательств, связанных с психологической практикой, остается еще служебная деятельность, в том числе обращение с оружием. И, конечно, это требует стрессоустойчивости и дополнительных компетенций, которые, возможно, психологу гражданскому не столь актуальны, да. А почему бы эта сфера вам показалась наиболее интересной, да? Почему бы вы не стали гражданским психологом и вот пошли в структуру образования? Вы знаете, я закончила обучение в 2004 году, и на тот момент времени в системе МВД была уже выстроенная работа психологической службы и подразделения психологической работы. И вот такая практика, широкая по основным направлениям деятельности, была только там, на тот период времени. Потому что в школах, в детских садах психологи были тоже, но деятельность была специфичной, и условия для работы не всегда, скажем так, оптимальны. То есть не было все так налажено, как там? Да, да. То есть на тот момент времени это была одна из первых систем, вообще в системе МВД, это одно из первых, наверное, ведомств, где вот так замечательно выстроена была работа психологической службы, она была абсолютно разнонаправлена. То есть если идти было куда-то в другое направление, можно было бы выбирать, это будет консультирование, или это будет только диагностика, да, или коррекция. Там была возможность получить практику по всем основным направлениям психологической работы, и, что немаловажно, очень хороший научно-методический фундамент для этой работы был, и материально-технический, то есть были созданы условия для работы. Поэтому мне было интересно начинать свою профессиональную деятельность именно в данном ведомстве, и на сегодняшний момент времени, спустя уже там фактически 20 лет, я понимаю, что это был бесценный опыт, который мне как специалисту очень много дал. Напоследок хотела бы вас спросить о вашей научной работе. Насколько я знаю, у вас множество научных статей, есть книги, монография, посвященные вот как раз-таки работе МВД. Какие из своих работ вы считаете наиболее интересными, может быть, с какими стоит познакомиться поближе? Ну, вы знаете, тематика моих научных поисков достаточно обширная, и на сегодняшний момент времени я сконцентрирована на двух таких глобальных проектах. Первое – это функционирование психологической службы в системе образования в целом, и здесь мной совместно с коллегами опубликован ряд работ, связанных, например, с выстраиванием межведомственного взаимодействия специалистов психологических служб в рамках психологического сопровождения несовершеннолетних обучающихся, и переходя от общего к частному функционированию психологической службы в системе МВД. Ну, это то, как раз, чего я начинала, и то, чему посвящена монография, которая вот как раз в текущем году подготовлена и опубликована. В ней мы рассматриваем концепцию концепцию психологической работы в ведомственных образовательных организациях. Помимо этого, в этом же году уже издана такая фундаментальная, хорошая, интересная работа, подготовленная совместно с коллегами по психодиагностике, которая включает максимально широкий перечень методического психодиагностического инструментария, используемого специалистами-психологами как на этапе отбора кандидатов на службу, так и в процессе сопровождения профессиональной деятельности и образовательной деятельности сотрудников. Спасибо вам большое за очень интересную беседу и за то, что рассказали о своих самых таких значимых работах. Спасибо вам большое. Спасибо.